МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город должен быть креативным, создавать условия для творчества и для комфортной жизни. Марат Гельман, галерист. Во всем мире за городскую среду отвечают не только архитекторы и дизайнеры, но и художники. Добавить немного ярких красок серым городским улицам решили и в Омске. Что из этого вышло, расскажем сегодня в программе «Артикул». Здравствуйте! Казалось, что после первого фестиваля паблик-карты, это случилось в прошлом году, на подобный эксперимент в нашем городе больше не решаться. А мечи оказались не готовы к нему. Многие арт-объекты, воздвигнутые молодыми и прогрессивными, вызвали у жителей исключительно отрицательные эмоции. А потому еще до открытия форума были разрушены. Но это не повод отчаиваться, решили художники. И едва потеплело, вновь отправились на улицы города творить. Мы, конечно же, отправляемся вслед за ними. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такое, по крайней мере, у нас в Омске увидишь нечасто. Не было, казалось, ни одной улицы, где бы не кипела работа. Трудились не коммунальные службы, нет. Это художники, вооружившись баллончиками с красками, лопатами, сварочными аппаратами, ренульзивбой. Они не гнушались никакой работы. Для начала отмыли и раскрасили городские урны. Я сама лично мыла урны под покраску и не считаю это какой-то грязной работой. Я наслаждалась процессом, может, впервые в жизни отмывая урны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рисунок будет ананас. Из киста спонтанно пришел. В связи с летом, начало теплого времени года, где все цветет, яркое, зеленое, желтое. Из мультфильма Валли хотел робота нарисовать, который как раз мусор собирает. И пускай прошлогодняя попытка превратить Омск из столицы ларьков и торговых центров в арт-полигон пала под натиском гаража, ничего, надежда умирает последней. Ничего страшного в этом нет. Это есть цель наша. Мы, на самом деле, уже делали один проект, который был коммуникацией именно с жителями города. И мы ждали, что будет очень все плохо. Был вывешен плакат, типа стена такая некая, который каждый человек, проходя мимо, мог оставить что-то. Мы ждали, что там будут маты, там будут нецензурщина, будут всякие картинки. И в итоге не было ничего. Были стихи, были интересные вообще мысли людей. Если они будут читать концепции, мы надеемся, что они все нас поймут и оценят в правильном ключе. Но, как оказалось, в этот раз не оценили. Мария Шенкевич и Алена Пожеленко долго еще будут вспоминать этот фестиваль. Художницы разработали проект инсталляции из мусора. Материал долго искать не приходится. То есть достаточно выйти из дома, перейти дорогу, и можно спокойно брать два мешка мусора. Эти свалки мусора, они, ну, везде попадаются нам на пути. Чтобы хотя бы каждый человек задумался, как он живет и где он хотел бы жить. Потому что каждый на каждом шагу говорит, что я хочу жить в чистом городе. Ну, тогда давайте не мусорить, чтобы жить в чистом городе. Правда, инсталляции этим нам довелось увидеть лишь тогда в мастерской. Где они и что с ними сейчас, кто знает. Появившись однажды на городских улицах, мусорные памятники, а точнее реплики на известные скульптуры, были демонтированы. Впрочем, как и их предшественники много лет назад. Например, памятник Екатерине II в Петербурге. Основную агрессию вызвала вот эта статуя Христа, списанная якобы с той, что в Рио-де-Жанейро. С ней случится то же самое, если культуру станут превращать в мусор, попытались сказать авторы, но остались непонятны. Впрочем, не только эти статуи пропали в день открытия фестиваля. Некоторые инсталляции, в которых сложно было разглядеть еще какой-то подтекст, тоже были разрушены. Кому они помешали, непонятно. А между тем, в других странах уличных мастеров ценят и любят это, ведь они превращают прогулки по родному городу не просто в маршрут от дома до работы и обратно, а в целый ритуал. Они создают пространство, в котором хочется находиться, знакомиться и общаться. В Берлине, например, климат такой же, как в Москве, а люди там проводят на улице времени больше в два раза. А все потому, что обстановка располагает. Искусство может играть разную роль. Мне кажется, что важный момент – вопрос медитации. Как представить искусство и как осуществить встречи между искусством и зрителем? Только так можно обеспечить культурный досуг. В противном случае люди побегут из города, им станет скучно. А чтобы этого не случилось, город должен стать креативным пространством, в котором хочется не только жить, но и творить. Подобная практика на Западе распространена, причем там учитываются не только интересы населения, но и всячески пытаются вернуть вложенные средства. Благодаря этому целые города начинают новую жизнь. Например, небольшой депрессивный городок в Гринсборо, в Северной Каролине, ожил только тогда, когда в нем неожиданно появилась коммуна художников. Каждую улочку, каждый дом они превратили в культурные объекты, количество которых уже давно не подается счетом. В город толпами повалили туристы. Гринсборо процветает. В России на подобный эксперимент решились в Новгороде, Екатеринбурге, Перми. А у нас, у нас пока лидирует Жек-Арт. Особое дворовое направление искусства. При ограниченном бюджете наши доблестные работники ЖКХ украшают подведомственные территории как могут. Древый тазик, пластиковые бутылки, старые покрышки, части трупа дерева. Так рождаются шедевры Жек-Арта. Я считаю это некрасивым. В первые дни, когда они, может быть, висят, эти зверюшки, да, как бы, ну, еще нормально. Потом, когда проходят дожди, и все такое, они плохо выглядят. И я считаю это как, ну, в фильмах ужасов. Как чучело убитого животного. Вот, веришь, пандорили, и все, и вот он висит, я не знаю. Мне не нравится. Однако ни у кого не просто рука не поднимется, никому в голову не придет разобрать, сломать, вывести за пределы дворовой территории. Может, потому что герои, хоть и потрепанные временем непогодой, но все же с детства знакомые и не требующие никаких дополнительных пояснений персонажей. А вот то, что хотела сказать своими работами Екатерина Сидымова, например, для горожан так и осталось загадкой, которую никто, впрочем, и не пытался разгадать. Любоваться на своей инсталляции она теперь может разве что на фотографиях. А мечи к такому эксперименту, по всей вероятности, пока не готовы. Так что вопрос, способны ли художники изменить внешний облик города, вновь остается открытым. А между тем, многие страны гордятся своими уличными мастерами. Из-под их баллончиков с краской выходят настоящие шедевры, способные придать неповторимый шарм любому городу. Взять хотя бы Великобританию. Художник-невидимка Бэнкси – самый прославленный уличный райтер. Его граффити когда-то старательно закрашивали, называли вандализмом и провокацией, а теперь большой популярностью пользуются экскурсии Бэнкси Лондон. А некоторые, особенно предприимчивые, готовы вырубать стены с его рисунками, чтобы выставить их в музеях стрит-арта. Выставки под открытым небом все чаще появляются и у нас в России. Наши гости – Александра Салтанова и Сергей Лаушкин из Екатеринбурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали, чтобы принять участие в нашем фестивале. Первый такой фестиваль в Омске проходил в прошлом году. Вы были, нет? Наш первый визит в Омск и первая часть – это фабрика. К сожалению, это был не очень удачный опыт. Горожанам не все понравилось. Некоторые объекты они разбирали тут же на месте, потому что им казалось, что это вандализм. Как у вас в городе, как у вас в Екатеринбурге к подобным экспериментам относятся? Ну, там более привычно, мне кажется, уже это все. Но на самом деле долго тоже не живут объекты. Лояльность местных жителей, она достаточно обширна, потому что у нас работает проект стенография, который каждый год привозит в Екатеринбург мировые имена стрит-арта. Под них через государство выделяются специальные стены глухие, и расписывается согласованная стена во весь фасад. Еще у нас есть даже галерея уличного искусства. У нее одна из задач – это о том, чтобы разрушить вот этот барьер между непониманием горожан и искусством, которое может быть на улице. То есть этот опыт нововведения Екатеринбург уже прошел, и лояльность у горожан у нас достаточно высокая. Мне интересно, что вы в Омск привезли в этот раз? В Омске у нас несколько идей. Они носят характер партизанского. То есть неожиданно появляются объекты, которые люди внимания на которые обращают. То есть охранник, например, рядышком стоял, смотрел, а что это, для чего это. И пока он там стоит, объект тоже живет. И нам показалось, что так как он теперь знает, что здесь искусство, он будет помимо своей зоны охранять еще и нашу. То есть это ваши такие объекты-партизаны. Да, но оно ни в коей мере не портит ничего. То есть оно очень такое антивандальное, можно сказать. Как вы думаете, почему такая разница в восприятии у вас в Екатеринбурге и у нас в Омске? Почему жители по-разному относятся к подобным экспериментам? Стрит-арт зародился в Европе, вот в этой части, поэтому до Екатеринбурга он уже дошел. Немножечко подожден. В Омске тоже все будет. Да? Замечательно. Многие объекты горожане у нас называли скандальными. Были ли такие объекты, арт-объекты в Екатеринбурге? Были каждый. Конечно, есть, имеет место быть, и оно связано скорее с темами, которые затрагивают художники. И здесь нужно быть им осторожным, потому что если они высказываются на политическую, морально-нравственную, религиозную тему, то сразу же у нас большой идет резонансный отклик. Смотря чего добиваются художники. Если они делают ради резонанса работу, они, в общем-то, ее получают, но сразу же ее потом демонтируют люди. Зараздо интереснее примеры, когда современное искусство, уличное искусство способно возбудить добрые, светлые чувства у горожан. У нас были установлены абажуры темы ради. На фонарный стол была установлена домашняя часть интерьера. Вот эти абажурчики с такими вот висюльчиками. Они провисели у нас где-то год, горожане привыкли, полюбили, а потом власти решили ее демонтировать, потому что, на их взгляд, оно не вписывалось в общую структуру одной из центральных улиц города. После этого поднялось общество, верните нам абажуры. Это очень хорошая тенденция, когда общество может высказаться по поводу уличного искусства, полюбить объекты и вернуть их на место. Так что вот такая сила уличного искусства. Уличным художникам, им важно быть признанными со стороны критиков или достаточно обывателей, простых людей, которые говорят, да, это здорово? Если мы говорим об уличном искусстве, то там нет такой институции критиков. Это же вживается в среду, в пространство людей вторгается искусство, да? И люди уже сами выбирают уже, нравится им это или нет. То есть приживается оно или не приживается. Критиками здесь существует как раз горожане. Но это же, наверное, очень важно, чтобы художнику было где выразить. Если, например, ты выходишь, а у тебя открытых площадок для творчества нет, у тебя только парковочные места, здесь еще все занято. Всегда можно найти место. Можно вверху, можно внизу, можно слева, справа, где хотите. Удивились, какое количество чистых заборов, какие фактуры. У нас зачесались руки. Будет это и хорошо. Какие вопросы вам хочется поднимать на улицах своего города? В своих работах я хотела бы напомнить о поэзии, о том, что помимо рекламных лозунгов на улице, помимо твоих дел, когда ты бежишь с работы, в институт, домой, и ты загнан в этот постоянный поток от точки А в точке Б, в какой-то момент может возникнуть поэзия, которая вырвет тебя из твоего привычного уклада вещей и позволит вспомнить о вечности. Кстати, в Омске с этим гораздо лучше, потому что шумовая реклама у вас в меньшей степени выражена, чем в Екатеринбурге, потому что у нас невозможно сфотографировать, допустим, красивое здание, чтобы тебя не загораживал баннер с какой-то рекламой. В этом плане Омск очень комфортный для визуального впечатления. Я не буду вас больше задерживать в этой студии. Спасибо вам, что нашли время и пришли к нам. А задерживать не буду по одной причине. Мне хочется отпустить вас творить. И хочется увидеть как можно больше ваших объектов в нашем городе. И надеюсь, что они не потерпят фиаско. Они останутся и будут стоять долго. Дольшое спасибо. А мы отправляемся дальше. В мире можно встретить огромное количество мест, от одного вида которых дух захватывает. Знаете ли вы, например, что где-то далеко в Испании есть деревня Смурфиков? Мы побываем там совсем скоро. Не переключайтесь. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис». Омская 213-Б. Телефон 666-432. А сейчас, как и обещала, отправляемся в незабываемое путешествие по самым удивительным городам мира. Мы увидим тысячи разноцветных зонтиков, парящих над головой, а еще поразительные картины из вулканических цветов. И не только. Шефшаун – райское местечко на северо-западе Марокко. Всякий, кто туда попадает, будет сражен феерией многочисленных оттенков синего. В этот цвет перекрашивают абсолютно все. Скамейки, деревья и заборы, вазоны с цветами стены. Невольно возникает впечатление, будто море слилось с небом и накрыло город синевато-лазурной волной. Впрочем, не только марокканцы питают страсть ко всему сине-голубому. Четыре года назад обычная деревушка Хускар в Испании неожиданно изменила свой внешний вид. Все ее дома были перекрашены в голубой цвет. Эта идея стала частью рекламной кампании мультфильма «Смурфики». Местные жители согласились перекрасить свои дома в яркий голубой цвет всего лишь на несколько месяцев. Но после превращения обычной деревеньки в сказочное царство, она стала одной из самых узнаваемых в мире, излюбленным местом для туристов. Сегодня и речи не идет о том, чтобы вернуть Хускару первоначальный вид. Тем более, что жизнь в селении Смурфиков течет так же неспешно, как и в одноименном мультфильме. Зачем что-то менять? Отправляемся дальше, в Португалию. Жители города Агида против монотонности. Буйство красок поднимает настроение и не дает загрустить даже в самый пасмурный день. За хорошим настроением здесь отправляются на улицу парящих зонтиков. Впрочем, эта инсталляция имеет еще и практическое значение – спасает от палящего солнца. Зонтики дарят жителям города драгоценную тень и прохладу, значение которой переоценить летом просто невозможно. А это Тенерифе. Улицы в прямом смысле слова расцветают в день католического праздника Корпус Кристи. Случается это в июне. Тем, кто впервые попал сюда в назначенный день, кажется, что тысячи цветов распускаются одновременно на одной большой клумбе. Но нет, ароматом эти цветы не пленяют. Они сделаны из вулканического песка, взятого в кратере горы Тейде. В 2007 году такие песочные мозаики занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самые большие песчаные композиции в мире. На этом наше путешествие по миру не заканчивается. Предлагаю следовать дальше за моей коллегой Ольгой Долгих. Попытаемся все-таки выяснить, почему стрит-арт, пользуясь такой популярностью в Европе, на Западе, никак не может прижиться на Омском полигоне. Робин, хотелось бы узнать взгляд со стороны. Какова атмосфера Омска? Насколько она располагает к паблик-арту? Я думаю, Омск – замечательное место для создания арт-объектов, потому что можно начинать с нуля. Искусство является связующим звеном между людьми и странами. Это способ обмена идеями, мыслями о жизни, о любви, об атмосфере и многих других важных вещах. Мне нравится Омск. Он находится на слиянии двух рек – Иртыша и Ами. Это делает город особенным, позволяет задействовать не одну часть города, а огромное пространство, расположить объекты повсюду, тем самым приобщить к паблик-арту большее количество людей. Здесь очень много школ, вузов, связанных с искусством. Мне, как профессору, это нравится. Это дает надежду, что мой голос, голос педагога, будет услышан и понят. Паблик-арт – это способ улучшить городскую среду? Или это возможность для художника самовыразиться? Искусство позволяет многим городам мира стать самоцелью. Люди едут в Чикаго ради того, чтобы увидеть «Миллениум парк». Там установлен огромный, высотой с трехэтажный дом, зеркальный объект, напоминающий облако. Когда люди подходят к нему, то видят свое отражение в нем и представляют, что они являются частью искусства, частью магии. Другой пример – водопады в Нью-Йорке. Их создал один из моих любимых художников. Его имя – Алафур. Он считает свой монументальный проект идеальным способом обратить внимание на силу и потенциал природных ресурсов. Огромные водопады хорошо вписаны в ландшафт. Это арт-объекты, которые заставляют туристов со всего света приезжать, чтобы посмотреть на них и делают городскую среду более привлекательной. В прошлом году вы говорили о том, что занимаетесь современным искусством, потому что им легко делиться с окружающими. А хотят ли окружающие, чтобы с ними делились этим искусством? Я думаю, для многих горожан паблик-арт – это замечательная вещь, но не все знают, что с ней делать. Мне кажется, что задача художника – сделать искусство доступным, чтобы любой мог взять для себя что-то из искусства, согласиться или поспорить, порадоваться или погрустить, в общем, что-то почувствовать. Если искусство не справляется с этой задачей, то нам нужно вернуться к тому, чтобы просто рисовать на заборах, стенах и вовлекать в этот процесс людей. Паблик-арт успешен только в том случае, если это диалог между двумя равными собеседниками. Я не думаю, что жители России относятся к паблик-арту плохо, ведь это не способ разрушать или скрывать что-то, это возможность почувствовать, испытать что-то новое. Вы уже 10 лет реализуете свой проект – платье-палатка. Почему этот проект такой долгоиграющий? И какое бы платье-палатку вы поставили в Омске? Это очень хороший вопрос. Мы с коллегой работали над проектом больше 7 лет. Платье-палатка может быть надето, на ней расположены два кармана. В одном из них камера, в другом объектив. Такая камера-обскура. Когда смотришь в камеру, то видишь все в перевернутом виде. Это магия. Я работала с подобным объектом, чтобы привлечь людей. Это общественная скульптура. Мне нравится создавать площадку, когда люди смотрят на нее и не могут понять, что же это такое. Но это любопытно, и начинается диалог. Если бы я создавала одну из палаток в Омске, я бы поставила ее на слиянии двух рек – Тротыша и Айми. Это очень символично. Сочетание зеленой и синей дорог. Слияние двух начал. Потом я бы узнала у омичей, что им нравится, что заставляет остаться, принадлежать этому городу. Внутри платья палатки я бы поместила какие-то секреты о мечей. Робин, что является определяющим в вашем творчестве? Что заставляет постоянно развиваться и двигаться дальше? Иногда художник живет лишь в своем воображении, иллюзиях. Но когда вы создаете объект, это момент, когда мечты становятся реальностью. Что может быть лучше? Кроме этого, когда я работаю над объектом, я взаимодействую с другими художниками, студентами, организациями, городами. Это важно для меня, потому что это способ знакомиться с людьми, культурой. Это способ жить. Ну и, наконец, время для нашей постоянной рубрики. Галерея Д'Арт продолжает тему городского пространства. Улица – визитная карточка людей, которые на ней проживают, впрочем, как и город в целом. И скульптура играет в этом не последнюю роль. О ней наша сегодняшняя история. Мы находимся на площади возле театра «Орликин». И этот персонаж, он переехал вместе с нами в новое здание, на новую площадь. На самом деле, мы его задумали давно, в 2004 году он появился. А думали мы каким-то образом украсить вход в наше старое здание. Хотелось, чтобы это был какой-то интересный объект. И мы искали, думали. И вдруг я натолкнулась в журнале «Кукард» на такую интересную скульптуру. По сути, это кресло. Но на этом кресле сидит какой-то удивительный персонаж. То ли это король, то ли это тень какая-то. Как будто он есть, и как будто его нет. И в этом есть фантазия. И он будет фантазией, воображением. Скульптор Норман Катарина. Я попробовала сделать макет этой скульптуры, чтобы мы увидели это в пространстве. Здесь очень интересное художественное решение. То есть, по сути, это плоский лист железа, который как бумага разрезан. И силуэт усажен в это кресло. И также здесь есть возможности усесться в само кресло, на его ручке, подойти с ним, посидеть, сфотографироваться и так далее. Мне кажется, вот эта вот связь с культурой, с искусством других стран, других театров кукол, она очень важна. И хотелось бы, чтобы эта традиция как-то продолжалась. Наш театр носит название Орликина. И вот эта вот скульптура, она здесь оказалась очень кстати, с моей точки зрения. Орликина – это персонаж у нас достаточно известный, персонаж интернациональный. Это такой уличный клоун, шутник, что ли, вот из комедии «Дель арта», из итальянской комедии. У меня было довольно много эскизов в свое время. Я не только занимался скульптурой, живописью тоже. И этот персонаж, он для меня такой, ну какой-то знаковый, что ли. Я очень к нему привязан, где-то внутренне даже, вот так будем говорить. Вот эта фигура, вот в такой позе, как бы, мне как показалось, что она наиболее такая, ну открытая, что ли, поза. Наиболее показательная, шутливая. Хотелось как-то уловить, в общем, характер движения, что ли, какой-то. Он движущаяся фигура, то есть она динамичная, она не статичная, хотя она вот как бы вот замерла в определенной позе. И мало того, в ней еще есть такой какой-то интересный эффект, что Орликин, он как бы общается сам с собой. Техники сварки по металлическому каркасу это все изготавливать. Она снаружи из нержавейки и заполнена бетоном, вот, для прочности, для устойчивости. Я ее изготавлял один сезон летний, по-моему, да. Вот, и, ну, особо сложные детали, ну, ручки, личико, все это, конечно, в металле изготовить достаточно сложно. Я проезжаю здесь, это место довольно-таки такое открытое, здесь много людей бывает, и я рад, что скульптура получила, в общем-то, как мне кажется, положительный отзыв. Надеюсь, что со временем у нас появится гораздо больше интересных объектов в городе. Пора прощаться, но будьте уверены, в нашем культурном арсенале еще много захватывающих историй. Одну из них мы обязательно расскажем через неделю. Встретимся здесь же в 21.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова